Здравствуйте, в эфире Рябунг ТВ и гость нашей телепередачи, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. Здравствуйте, рад приветствовать в нашей студии. Вам спасибо за приглашение. Спасибо, что пришли. И первый вопрос, он связан с последним заявлением группы ОБСЕ по поводу того, что территории вокруг Карабаха должны быть переданы Азербайджану, и что решение должно приняться в рамках вот этого вот варианта. Как вы считаете, это не приведет к эскалации конфликта? Ну, честно говоря, вот проблема Нагорного Карабаха, она является очень сложной. И я был бы, честно говоря, очень сильно рад, если бы она решалась с каких-либо политических деклараций. Потому что на самом деле, если бы она была простой, она очень давняя, очень сложная, очень щепетильная. Поэтому, честно скажу, что в подготовке каких-либо заявлений должно быть привлечено как можно большее количество участников. Да, вот жители Нагорного Карабаха, жители Армении и Азербайджан, потому что эта проблема очень сложная на самом деле. Вот сказать, приведет это заявление, не приведет сложно. Я бы, честно говоря, воздерживался от каких-либо заявлений декларативной формы здесь. Потому что, на мой взгляд, должен пройти большой, делиберативный, то есть так называемый процесс подготовки документов по согласованию позиций, чтобы было что обсуждать. Если она бы просто решалась, было бы отлично. Я просто прекрасно отдаю себе отчет, что это проблема колоссальной степени сложности, очень тяжелыми гуманитарными последствиями для жителей Азербайджана и Армении, и для жителей самого Нагорного Карабаха, к сожалению, большими гуманитарными последствиями. Поэтому, на мой взгляд, все-таки, чем более тщательно проработан вопрос, чем большее количество экспертов сторон вовлечено, тем лучше. Я думаю, что, наверное, какой-либо сейчас эскалации не будет, потому что все-таки участники Минской группы и другие следят за выполнением соглашений. И было бы очень плохо, если бы это привело к какой-либо эскалации напряженности на данной границе. Поэтому я думаю, что все-таки стоит эта проблема непроста сама по себе. И недавнее заявление Трампа, хотелось бы о нем поговорить, о том, что он признал официально голландские высоты израильскими, и обосновал это тем, что это необходимо для защиты территории, и для защиты народа, проживающей на этой территории. Не создаст ли это прецедент в международной практике, что спорная территория может быть передана, исходя из необходимости защиты населения, которое проживает на этой данной территории? Да, я слышал эти заявления. То есть является ли это официальной позицией, там, наверное, должны еще выразить Конгресс и Сенат Соединенных Штатов Америки, по признанию, да, на самом деле, потому что было много опровержений со стороны других политиков по несогласию. Но, честно говоря, это уже привело к эскалации ситуации, которая там происходит, да? Вот, то есть эта проблема тоже не очень простая. То есть там не доводилось быть, как бы, в этих территориях на голландских высотах, как бы, да, территория, оккупированная Израилем, у Сирии. То есть, ну, вот здесь тоже самый вопрос взять и, как бы, признать, взять. И, вот поймите правильно, что это вообще, ну, в современной все-таки ранее политическая практика, она воздерживалась вот таких, знаете, резких заявлений. То есть к этому предшествовал какой-то процесс, да? Процесс обсуждения, процесс принятия решений в рамках существующих международных процедур и с привлечением таких структур, как Организация Объединенных Наций. Все-таки, да, то есть, да, тут вот декларативно принятое решение. Естественно, что оно вызовет недовольство в лиц соседей, потому что, собственно говоря, их принуждает к какому-то или иному процессу и без какого-либо, да, там, ну, волеизъявления, чего-либо еще, да? То есть я согласен, что в мире накапливается большое количество вопросов, такой, да, право на нации на самоопределение и те и на территории национальных государств. Примерно Горного Карабаха здесь такой же, да, можно брать пример не только здесь. Это и бывшая Югославия, это ситуация, связанная с Крымом в Российской Федерации. То есть, в принципе, да, необходима международная дискуссия, как решать такие вопросы. Но если бы, вот знаете, от такими заявлениями, которые приводят к эскалации, конечно, это, ну, мягко говоря, неосторожная практика. Я бы, вот как бы, я мог сказать, как политолог. Политика, понимите, реально, она все-таки более-менее осторожная. Надо считать последствия, какие после этого шаги. Естественно, что та страна, у которой эти территории вот такой декларативной форме, как бы, забирают, да, на ситуации Сирия, да, ну, вряд ли может быть рада от таких заявлений, да. То есть, в принципе, позиция России и другие страны, она известна. То есть, в принципе, да, их признают оккупированными. Вот, то есть, и согласия между странами нет. Вот поэтому, ну, это не очень простой, честно говоря, вопрос, да, вот, оккупация голландских высот. Вот, меня несколько, честно скажу, удивила. Это вот такая декларация, когда я прочитал про нее и услышал, ну, как-то, да. Последствия мы с вами видим. Она, очевидно, и она привела к определенным насильственным действиям, к сожалению, да. То есть, вот, поэтому, ну, что здесь можно сказать? Вот, политика все-таки вещь такая, когда находите удобное решение, да, взаимоприемлемое решение с, ну, я бы сказал, с меньшим количеством последствий. Особенно в гуманитарной сфере. В сфере, связанной с безопасностью, да, то есть, а не раздуванием конфликтов иногда на пустом месте. Спасибо. Вот, в вашем ответе вы также упомянули Крым. В этом году, в марте, отмечается пятилетие воссоединения Крыма с Россией. И в связи с этим, видите ли вы сходство между, вот, крымским вопросом и вопросом Арцаха? Потому что и Крым, и Карабах, они были переданы в состав других республик советских в советское время и решением руководства партии. В чем сходство? Ну, сходство ситуации в тем, что население данных территорий, да, то есть, в общем-то, ну, действительно, да, то есть, по волеизъявлению, да, референдумного типа, я имею в виду, в Крыму, хотело жить в другой стране, да, потому что, в общем-то, да, я соглашусь, что все эти территории были переданы, что они были переданы в рамках Советского Союза, да, определенными волонтаристскими решениями. Хотя, честно скажу, что, например, проблема Крыма, она еще была усугублена ельцинскими временами, то есть, я могу вам сказать, что даже в истории Советского Союза, при разделении Советского Союза на национальное государство в соответствии с теми принятыми границами, город Севастополь был гордым республиканского подчинения РСФСР. Вот, я несколько не совсем, когда предыдущие президенты на Беловейской пуще приводили все вот эти изменения территориальные, возникал вопрос тогда, в принципе, и тогда Севастополь должен был отойти Российской Федерации. Не сам Крым, Севастополь, да, Севастополь был гордым республиканского подчинения РСФСР. Вся остальная часть Крыма, да, она относилась к Украине. Вот, сходство, да, есть, есть, несомненно, я вам скажу, да, то есть, конечно, есть, да, конечно, есть некие прецеденты, что делать, да, то есть, с этими территориями, которые не хотят находиться в рамках тех государств, какие были, что с ними делать, как решать этот вопрос. Потому что, на самом деле, здесь же проблема не только в этом, да, не только в непризнанной границах, проблема в том, что люди, которые проживают на территории данных субъектов, да, они вот, да, у нас президент Путин про это сказал, о том, что, в общем-то, жители Крыма, они обделены правами, да, то есть, ведь, в общем-то, да, они куда-то не могут поехать, им не дают визы, там, ну и тому подобное. А почему? Ведь мы нарушаем общие гуманитарные свободы людей, признанных, как, да, то есть, ну, в общем, человечество, там, право на человека на свободное посещение, да, на перемещение, и он ограничен в этих правах. Ведь не только дело, знаете, в политических особенностях, дело в том, что мы упираемся в ту проблему, что права человека, проживающих на территории данных государств, признанных кем-то, не признанных кем-то, да, но, тем не менее, они обделены, их права нарушаются. Не только политиков, стоящих во главе, но и самого по себе людей, которые, в общем-то, ну, проходят их жизнь, да, они не имеют все гражданские правы, какие имеют другие люди. В этом вопрос политики, конечно, есть параллель, есть параллель, я хочу вам сказать. И я, честно сказать, вот, все-таки, мне радует, что проходит мероприятие, да, на сегодняшний момент политологическая дискуссия о том, что, вот, как бы решать такие вопросы, потому что государство, имеющее такие проблемы, становится с каждым днем все больше и больше проблем такого плана, все больше и больше мы упираемся в некие ограничения, да, признаваемые границы, но, тем не менее, как бы мы упираемся в базовые гуманитарные ценности, выработанные человечеством. Равенство человека, равенство прав и обязанностей, возможностей. Спасибо. А вот еще вопрос с непризнанными государствами. После того, как Грузия начала агрессию проявлять по отношению Абхазии и Осетии, Россия признала независимость этих стран. Как вы считаете, есть возможность того, что после того, как Азербайджан периодически тоже проявляет агрессию по отношению и к Армении, и к Арцаху, может это привести к тому, что Россия вот в таких условиях признает независимость Карабаха? И не боится ли этого Азербайджан? Ну, мне сложно сказать, да, то есть, на самом деле, как бы, я все-таки здесь некое параллельное сравнение не совсем прямое, то есть, в данной ситуации уровень эскалации, он не совпадает. В 2008 году господин Саакашвили начал войну, он физически пошел, несмотря на все договоренности, был статус-кво, да, то есть, была работа по решению этих вопросов, да, вы не были учены, эксперты европейские, российские, тем не менее, стояли миротворцы, то есть, тем не менее, как бы, да, и в этот момент, неожиданно, в 2008 году началось нападение. То есть, было нарушение каких-либо традиций, да, то есть, а что, собственно, было делать? Да, то есть, в данном моменте, это было ответом на агрессию, к сожалению, да, он плохо закончился для Грузии, да, потому что, в общем-то, военные действия, там были жертвы, да, и так далее, были, да, территориальные признания со стороны России, Осетии и Абхазии. Вот, то есть, в данном моменте, как бы, да, то есть, там не то, что была эскалация, была война, причем, самое комичное, что, да, никто не угрожал Грузии, никто не начинал военные действия, да, они начались неожиданно, в том числе, для российской стороны, ну, вот, в принципе, был статус-кво, его нарушили резко, вот, ситуация по поводу Нагорного Карабаха, мне сложно сказать, но я думаю, что такой вот именно вариации не имеет на данный момент. Все-таки надо отдать должное действительности международных институтов, да, которые участвуют, да, я думаю, что подобного плана, ну, развитие событий мало приемлемо для Азербайджана тоже, в общем-то, да, то есть, поэтому, здесь, как бы, может быть, периодически нарушаемы, но они не имеют такого вот яркой параллели, которая прошла в Осетии и Абхазии, там было начались военные действия, в прямом смысле этого слова, и фактически, что вынудило Россию, да, во-первых, защищая там жителей Абхазии и Осетии, во-вторых, на российский миротворческий контингент, который подвергся, в общем-то, совершенно неожиданному нападению, да, он не ведь не состоял, как бы, там не были готовы, там не было тех вооружений, способных, как бы, противостоять, то есть, там, и это, в общем-то, стало сюрпризом для всех, причем неприятным, я не знаю до сих пор, эта история точности, кто спровоцировал господина Саакашвили на эти действия, почему он пошел ни с того, ни с сего, хотя в тот момент шел в активный переговорный процесс. Здесь, поднимите правильно, война это последнее, что может быть, да, вот, понимаете, политика весь осторожен в современном мире, да, здесь надо, как бы, как раз делать все, чтобы мирно решалось, я понимаю, что это очень тяжело, я понимаю, что играть проще, да, ну, мы должны признать, как бы, да, гуманитарные последствия любой военной катастрофы в наше время, надо делать все, чтобы не было, потому что очаг войны, который происходит там где-либо, да, на постсоветском пространстве, он имеет все шансы превратиться в метастазы, которые просто стутся на полном пространстве, поэтому все, любое, что угодно, но чтобы не было войны, поэтому я пока не вижу параллелей, честно говоря, прямых вот между осетинскими и абхазскими событиями 2008 года и ситуации в Нагорном Карабахе, хотя, конечно, я согласен, что там бывают элементы эскалации, но, в принципе, на мой взгляд, как бы, и в данной ситуации руководство и Армении Азербайджана все-таки придерживаются относительно, ну, взвешенного подхода, более осторожных подходах, и я, и вряд ли там Азербайджан завтра пойдет войной, но я не думаю. Это очень опасная игра, я думаю, что все сознают стороны, это в этом неспокойном месте. А вот сейчас ведутся разговоры о восстановлении железнодорожного сообщения между Грузией и Россией. Как вы считаете, в ближайшем будущем есть вероятность, что это восстановится? Это транспортные коридоры, да, идет постоянная комиссия по работе с Грузией. После тех событий, вы знаете, был разрыв деподношений между Грузией и Российской Федерацией. Вот, то есть, на самом деле, не самым лучшим это образом закончилось для Грузии, к сожалению, да, то есть, и только потом со сменой руководства начались шаги, и вернуть обратно тот статус-код и отношения какие были, очень сложно. Но работает комиссия Красина-Башицы, идет разговор об открытии транспортных коридоров. Вот, то есть, на сегодняшний момент грузы, в том числе из Армении, дойдут по военно-грузинской дороге, там очень, ну, не особо желаемые хорошие условия транспортировки грузов. Вот, для Армении это очень важно, на самом деле, потому что перед Арменией открываются возможности для экспорта товаров и для импорта. Вот, то есть, ну, насколько я не знаю, там есть проблемы, постоянно состоит комиссия, да, я сужу это по СМИ, что, в общем-то, вопрос вот транспортировки грузов через Абхазию, там есть швейцарский подрядчик, который будет их бомбировать, и, в принципе, стороны пришли к каким-то соглашениям. Насколько я помню, то есть, в принципе, имплементация этого соглашения об открытии транспортных коридоров, ну, близка к завершению, то есть, стороны, в общем-то, сняли там, упирается все это, к сожалению, в политические вопросы. Во многом по движению грузов по Абхазской территории, как они будут продвигаться там и так далее, и так далее. Но необходимость этого транспортного коридора сознается и в России, и в Грузии, кстати, очень важна, потому что это транспортировка Грузии и грузинских товаров, и услуг. То есть, на самом деле, вот, и для Армении, там, и для Грузии, то есть, весомой частью экономики является приезд российских туристов. У меня нет сейчас данных по Армению, но я могу вам сказать, что за прошлый год Грузию посетило полтора миллиона россиян. Представьте себе, что каждый из них потратил тысячу долларов, это когда, и он не только тысячу долларов потратил, это несколько миллиардов инвестиций в грузинскую экономику. То есть, на грузинские вина стали двигаться, грузинские товары и услуги, армянские вина появились на рынке в активном режиме. И, в общем-то, на самом деле, создание этих транспортных коридоров является шансом для получения и увеличения ВВП Армении. Это очень важный момент, я хочу сказать. И честно скажу, что со всей стороны Грузии, я был в Грузии, общался с грузинскими экспертами. Ну, в России-то понимается важность этой дороги, прежде всего, для экономического развития Черноморского региона, в том числе нашего союзника, это Армении, и по ДКБ, и в рамках Евразийского экономического союза. Это важный аспект, да. Честно сказать, что военно-грузинская дорога, она имеет, к сожалению, свои проблемы, да, то есть, по которой сейчас двигаются Грузии, там очень высокие транспортные издержки получаются, что не очень хорошо сказывается на стоимости этих товаров, да и вообще на самом режиме транспортировки. Есть такая, да. Но надеемся, что этот вопрос решится. То есть, комиссия работает, заседает, пока они не запущены, да. Но, в общем-то, все к этому идет. Я в этом смысле оптимист. Хорошо. А как Вы оцениваете уровень современного развития армяно-российских отношений? Потому что наш премьер часто заявляет о том, что сейчас уровень отношений находится на беспрецедентном уровне, высоком уровне, но это только декларативный характер носит его заявление, или на практике это так? Ну, на практике Армения является союзником Российской Федерации. Она является членом двух важных объединений. Это в сфере военно-политической, это организация договора о коллективной безопасности ОДКБ. То есть, во многом безопасность Армении обеспечивается в рамках ОДКБ. Ну, и в Российский экономический союз, я здесь могу вам сказать, да, что... Ну, надо признать, что Армения не самая большая страна по численности. Вот, и в некоторые инвестиции, как бы, да, то есть в Армении нет смысла делать, потому что очень маленький рынок, он не окупится. И Армения обречена быть членом интеграционных объединений. Вот сейчас, ввиду того, что Армения является членом Евразийского экономического союза, есть рынок 182 миллиона человек. В этом, кстати, была идея Евразийского экономического союза. Презентовать рынок 182 миллионов, ну, тогда предполагалось, что еще войдет Украина, около 200 миллионов человек. И защитить его определенными таможенными границами, да, чтобы нам выгодно было привозить сюда не товары готовые, а инвестировать в производство, да, на сегодняшний момент. Есть раздражающие факторы, сразу, наверное, не скорее, что они, наверное, отсутствуют, наверное, было бы нельзя. Да, ну, наверное, для Российской Федерации и других членов ОДКБ является сотрудничество Армении и НАТО. Да, то есть это тоже сложный момент, потому что, в принципе, не совсем ясны, ну, для многих политологов, экспертов, для нас, зачем Армения сотрудничает с НАТО, потому что, если безопасностью гарантируется ОДКБ. Вот, это раздражающий фактор, несомненно, потому что в России и ряд других странах НАТО воспринимается, как, ну, скажем, мягко говоря, недружественная структура, да. Этот фактор есть в российско-армянских отношениях, вот, то есть он присутствует, вот, ну, пожалуй, он, наверное, самый такой, глободневный такой есть. Я понимаю, что, может быть, какие-то факторы и для Армении, как бы, да, в России существует, но я сужу по тем СМИ, по тем заявлениям, то есть работа, в общем-то, идет, да. То есть, наверное, сказать, что наши отношения идеальнее нельзя, но, вот, есть большие надежды на интеграцию Армении через, вот, транспортные коридоры для экономического подключения. Российский бизнес в Армении представлен весьма широко, вы про это знаете. Вот, хотя, я сейчас хочу сказать, что, конечно, есть некоторые факторы, но они являются предметом договоров. Какое-то очевидное, да, наверное, военно-политически это НАТО. Ну, есть соглашение с ЕС, хотя, я думаю, что радикально оно не сказывается, так сказать, там, злободневно, там, вот, не является раздражительным, столь сильным, каким, например, может быть, является сотрудничество членов УДКБ. Потому что, насколько я понимаю, это все равно допуск какой-то военной инфраструктуры, мы находимся в рамках одного военно-политического союза, а все-таки, как бы, да, УДКБ в НАТО имеет иной имидж для России. То есть, это не дружественная структура. Да. Вот политическая сила, которой руководил наш премьер и сам премьер Никол Фашинян, раньше неоднократно заявлял о необходимости выхода Армении из Евразийского экономического союза, после того, как он стал премьером, кажется, эта позиция изменилась. Видите ли вы возможное возвращение его к тем заявлениям предыдущим или все-таки уже поменялось? Чужая душа потемки, мне сложно сказать, что мысли любого человека, они, наверное, находятся внутри него. Я мыслю ведь, наверное, как бы политологически, экспертно, на самом деле. А, собственно говоря, что даст Армении выход? Да, вот. Ну, в конце концов, у Армении есть суверенное право, да. Да, она суверенная страна, она может быть членом тех объединений, которые, как бы, да, там, нас ищут нужным для себя. Вот, то есть, если там ей в Армении не станет, не будет желание находиться в рамках Евразийского экономического союза, то она, я еще раз повторю, что и она будет обречена быть членами других экономических объединений. Вот, потому что она не в состоянии со своим маленьким рынком обеспечить экономический рывок. Это, к сожалению, законы, ну, не нами с вами придуманы, такая давность. Вряд ли Армении в состоянии обеспечить свою, как бы, оборонную, как бы, да, то есть и полную безопасность самостоятельно. Когда это сделать, большинство и своем на всех континентах делаются условиями коллективными, да, то есть, поэтому, да, господин Пашинян заявлял, ну, здесь надо понимать, наверное, издержки политической борьбы, потому что есть, конечно, да, при парламентской демократии такая тема, да, есть правящая партия со своими декларациями. Я, если я хочу быть в политике, вынужден оппозиционно играть, а когда, ну, в данной ситуации господин Пашинян занял государственный пост, да, то есть, ну, я, откровенно говоря, не вижу, вот, ничего хорошего, например, для Армении, если она выйдет из Евразийского экономического союза или за ДКБ. А, собственно, кто возьмет на себя это? Вопросы безопасности. Да, кто будет, то есть, как бы то ни было, да, то есть, общие варианты истории, там, ну, и так далее, то есть, ну, я вот слабо себе понимаю, да, каким образом, как бы, да, в данной ситуации здесь обеспечить экономическое развитие. Я вижу от членства Армении в Евразийском союзе только плюсы, вот, честно скажу, для Армении. Я не вижу ни одного минуса, ни одного. Вот, фактически потому, что она получает доступ на товарные рынки, она получает возможность экспортировать товары. В рамках этого еще при предыдущем руководстве страны, при сервисе Раксиане, был введен въезд в Армению по российским внутренним паспортам, что обеспечил приезд российских туристов, да, существенной долей является для армянской экономики. А, собственно, что в этом плохого, я не знаю, от чего уходить? Вот, понимаете, как бы, да, от чего уходить? Ведь большие издержки транспортные, ну и что, Европа заменит, а Европа сюда приведет инвестиции. Армянский рынок маленький, люди не очень много зарабатывают. Отбить инвестиции, да, если, как бы, нет, можно финансировать НКО, как это происходит, еще что-либо, да, но это проблема общая для постсоветского пространства. Зарубежные европейские страны любят финансировать НКО, там, да, различные, я уж не буду их в сую употреблять, да, но проблемы с экономическим развитием нигде нет. Я могу считанные доли инвестиций привлечь, как бы, да, какие сделали экономические субъекты из Европы и США на территории бывшего постсоветского пространства, если это не нефть и газ. Обычные товарные рынки. И они есть, но их очень мало. Да, потому что само по себе, как бы, да, замена, ну, убрать, как бы, да, вот то, чего вдруг создавалось, да, ну, вот я, честно говоря, вот, как бы, политологически, экспертно являюсь полным сторонником Евразийского экономического союза. Потому что я не вижу у него ни одного минуса. Ни одного, его просто нет. Это общее традиционное объединение. Не будет этого союза, нам придется общаться поодиночке. Это 182 миллиона консолидированного рынка. Неважно, российский, белорусский, казахский или киргизский, он сейчас, да, но он общий. И в него выгодно инвестировать деньги для производства товаров внутри этого рынка. Пусть это будет Армения, а не Казахстан. Поэтому, не знаю, мне кажется, если господин Пашинян является ответственным государственным деятелем. Да, то есть, я уже, когда он стал, действительно, он стал делать другие заявления. Я надеюсь, что его риторика, она, ну, скажем так, нынешняя, что он говорит, что важность и нахождение в этих интеграционных объединениях, она определена и государственными интересами Армении. И еще вот по поводу Казахстана, в связи с уходом главы Назарбаева с должности президента. Есть ли вероятность того, что Казахстан изменит как-то свою внешнюю политику, выход из ЕАЭС или какие-то резкие сдвиги по внешней политике? Ну, есть идеология, да, есть некая политика, может быть, политика во вред национальным интересам. Такие прецеденты тоже есть. К сожалению, я могу вам привести пример Грузии, да, что, в общем-то, ничего хорошего. А от выхода из экстракционных объединений, даже таких, как СССР, Грузия не получила. То есть, она не заменили, там, не пришли европейские инвестиции. Кстати, могу сказать, что на рынке Грузии тоже много, да, российских инвесторов, да, и они играют большую роль, там, в экономической энергетике, в торговле, да, и во всем остальном. Вот, то есть, сказать, ну, изменится, то есть, мы должны сказать, что большое значение имеет персональный фактор, да, он имеет значение, потому что господин Назарбаев, да, он, собственно, и был инициатором создания Евразийского союза, он декларировал эту тему на Московском госуниверситете на своей лекции. То есть, собственно говоря, он был инициатором, да, то есть, не Россия тогда, в тот момент, как бы, да, то есть, именно Назарбаев тогда объявил. Эти, кстати, темы, конечно, они, призрак коммунизма ходил в другие страны, да, что необходимо, как бы, да, объединиться, но именно как политическую идею для создания союза, ее, как бы, да, Нашултан Абишевич объявил. Вот, то есть, если мы имеем дело с политическим преемственностью, да, то выход из Российского экономического союза, ну, я, собственно говоря, не рассматриваю в ближайшем будущем, ну, как возможный вариант для них, конечно, повторюсь, конечно, Казахстан тоже суверенная страна, но если быть государственным деятелем, а зачем? Вот что, собственно, это даст? Ведь мы должны заботиться на национальные интересы, совпадая с ростом доходов населения, с обеспечением безопасности государства, да, и так далее. И вот то, из чего создавали, да, вот этот рынок российский, да, общий, да, который есть, на котором, кстати, зарабатывают сейчас и казахские производители, а смысл? Если сейчас вы можете спокойно товары из Казахстана отправить, и там можно, и нет, она проезжает спокойно, зачем? Вот потраченные десятилетия для создания вот этого общего рынка, не всегда, может быть, простые, регулирование, в общем, сомнительно. Могут быть, конечно, какие-то идеологические, то есть, да, там, я не могу сказать, что, наверное, там есть какие-то проблемы, там, с переходом с одного, там, вида азбуки на другой, алфавита, там, и тому подобное, какие-то действия в области практической политики могут быть, да, там, но, естественно, то есть начатые сейчас, но сказать, что идеологически, ну, как вам сказать, понимаете, понимаете, мы не выбираем ни географию, ни историю, так суждено, что Казахстан является самая протяженная граница, одна из самых, самая протяженная с Китаем, да, у Российской Федерации, вторая это Казахстан, да, то есть, ну, в данной ситуации самое тяжелое, это транспортные издержки для любых товаров и либо услуг, ну, мы, соседи не меняются, мы остаемся здесь, они остаются там, и это на века заложено, и в этом смысле сказать, что политический курс изменится, да, то есть, нам значительно проще обеспечивать товарные потоки развития, безопасность на континенте нашими обоюдными усилиями, это, кстати, касается и Армении, да, чем, собственно говоря, это делать порознь, нести те же самые издержки, если можно создать общие силы коллективной безопасности, если можно создать общий рынок, который снимает массу ограничений с предпринимателей, снимает таможенные барьеры, то есть, понижает, то есть, самое, несколько бы, нет таможенных сборов и иных проблем, да, обнуляются пошлины, но внутри рынка общего, это ведь то преимущество, которое, ну, не каждая страна имеет, поэтому нет, что угодно может быть, конечно, наверное, на этом свете, но, честно говоря, как бы, наверное, пока, во всяком случае, в каких-то своих базовых направлениях я не вижу, смысла даже для, исходя из казахстанских национальных интересов, да, прежде всего, как бы, да, выхода из каких-то интеграционных объединений, хотя, повторюсь, что это, конечно, суверенное дело любой страны, хочет находится, хочет нет, но в любом случае, там, опять же, когда же казахский рынок, они будут обречены в эти какие-то интеграционные объединения с другими странами, даже тот, да, бы, да, там, рынок Казахстана, он не стал бы не столь привлекательным для внутренних производственных товарных инвестиций, там строятся автомобили, куда они будут продаваться, если Казахстан выходит из организационных объединений, значит, сразу таможенные пошлины, значит, сразу нарушение трафика такого-то, да, то есть, это издержки для бизнеса, это удорожание товаров и услуг, это меньше проданных автомобилей, меньше проданных чего, а, собственно, зачем? Это характеризм делать себе самому, я не очень, давайте в этих вопросах надо быть очень осторожным, резко что-то уйти из какой-то проблемы вообще никогда нет, да, создает проблематично, даже создает, история создания Евразийского экономического союза, согласования всех интересов, да, на него потрачены десятилетия, вот так вот взять и уйти, сомнительно. Спасибо большое за интересный разговор. Напомню, что гостем нашей передачи был директор Центра Европейско-Азиатских исследований Андрей Русаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова